Дверь за полкой Представьте себе старый номер в Нью-Йоркском отеле, пропитанный ароматом пыли и старой древесины. Там, за рядами книг, выстроенных на массивной дубовой полке, скрывалась дверь, о которой знали единицы. Легенда гласит, что именно за этой дверью Никола Тесла хранил свои самые секретные записи и проводил эксперименты, которые не предназначались для посторонних глаз. Комната была лишена окон, а стены обшиты толстым слоем дерева и меди, будто Тесла хотел изолировать ее от любых внешних сигналов или, возможно, удержать что-то внутри. Записи, исчезнувшие за ночь. 7 января 1943 года, когда Никола Тесла умер в своем номере отеля Нью-Йоркер, его тело нашли в полном одиночестве. Но одиночество продлилось недолго. Уже в первые часы в номер вошли неизвестные люди. Это были не врачи, не родственники и даже не журналисты. Они двигались быстро и целенаправленно, будто знали, что искать. Свидетели утверждали, что они забрали чемоданы, папки и стопки бумаг. Среди этих документов, как считают некоторые историки, могли быть чертежи устройства для беспроводной передачи энергии, прототипы так называемого луча смерти и схемы совершенно непонятных аппаратов. Что любопытно, ни одна из этих бумаг не попала в открытые архивы. Позже ФБР официально признало, что некоторые документы Теслы были изъяты в интересах национальной безопасности. Однако до сих пор никто не видел этих материалов. Одни предполагают, что бумаги были уничтожены, чтобы они не попали в руки врагов во время войны. Другие верят, что эти изобретения продолжают изучать в секретных лабораториях. Что же могло быть настолько опасным или ценным, что правительство действовало с такой скоростью? Подсказку могут дать странные визиты, которые Тесла получал за несколько дней до смерти. Странные гости в отеле. Последние дни жизни Теслы были полны странностей. Персонал отеля рассказывал, что в его номер приходили люди, которых никто не видел прежде. Они не общались с обслуживающим персоналом, не заказывали еду и всегда уходили поздно ночью. Тесла, обычно общительный и дружелюбный, стал замкнутым и подозрительным. Он перестал говорить о своих проектах, а на вопросы о визитерах отвечал уклончиво. Есть неподтвержденные сведения, что среди гостей был человек в военной форме без знаков различия, а также некий инженер из Европы, который интересовался электрическими установками. Были и более фантастические слухи о человеке, говорящем на непонятном языке, которого Тесла будто знал. Возможно, эти встречи были всего лишь разговорами старого изобретателя с коллегами. Но почему тогда именно после этих визитов он начал прятать бумаги в скрытых ящиках и уходить в комнату за полкой? Было ли это подготовкой к чему-то или попыткой скрыть работу от чужих глаз? Ответ на этот вопрос можно попытаться найти в содержимом его загадочных тетрадей. Тетради с невозможным. Среди множества вещей Теслы особое место занимали его тетради, толстые, с желтыми страницами и списанными мелким четким почерком. В них были не просто заметки, а целые миры идей. Чертежи машин, способных черпать энергию из окружающей среды. Схемы передачи электричества без проводов на расстояние в сотни миль. Записи экспериментов, в которых упоминалось слово «резонанс» десятки раз. Некоторые страницы были странно оформлены. Аккуратные формулы соседствовали с загадочными символами, напоминающими древние письмена. Ученые, изучавшие копии этих страниц, так и не смогли объяснить, что они означают. Может, это были личные пометки, а может, зашифрованные инструкции. Особенно много споров вызвал раздел, где Тесла описывал устройства, способные открывать коридоры в пространстве. Он не утверждал, что построил его, но писал о расчетах, которые позволяют заглянуть за пределы известного мира. Многие считают это просто метафорой, но не исключено, что он имел в виду нечто более конкретное. Однако, чтобы понять, насколько близко он подошел к созданию невозможного, стоит взглянуть на его реальные эксперименты, которые были зафиксированы и проверены. Устройство без проводов. В конце 19 века Тесла потряс мир, продемонстрировав передачу электричества без проводов. Он зажигал лампы на расстоянии десятков футов, не подключая их к источнику питания. Это было не фокусом, а реальным научным достижением, основанным на принципах резонанса. Наибольшего успеха он добился в своем лабораторном комплексе в Колорадо-Спрингс. Там он построил гигантскую катушку, которая могла создавать молнии длиной в несколько десятков футов. Местные жители рассказывали, что в момент проведения экспериментов их электрические лампы начинали светиться сами собой, даже без подключения к сети. Эти опыты стали основой для идей глобальной системы беспроводной передачи энергии, которую Тесла хотел реализовать через Уорденклифскую башню. Но проект был закрыт, а сама башня уничтожена. Почему? Есть версия, что власти и инвесторы испугались, ведь подобная технология могла бы лишить энергетические компании миллиардных прибыли. Но это лишь начало, потому что после закрытия башни Тесла начал работать над устройствами, о которых история знает только по слухам, а доступ к их чертежам был строго ограничен. Охота правительства. После смерти Теслы в январе 1943 года американское правительство действовало быстро и решительно. Формальным поводом была Вторая мировая война, и официально власти заявляли, что изобретения Теслы могли представлять потенциальную ценность для военной обороны. Но среди исследователей до сих пор нет единого мнения – это была реальная необходимость или удобный предлог для того, чтобы забрать уникальные разработки под контроль. Сотрудники Управления по делам вражеской собственности проникли в номер изобретателя в отеле New Yorker. Они изъяли чемоданы, папки, коробки с приборами, а главное – его архив с чертежами. Эти материалы, по слухам, содержали как завершенные проекты, так и концепции, которые Тесла держал в секрете от всех. Некоторые документы вскоре рассекретили и вернули семье, но большая часть осталась под грифом «секретно». Лишь немногие чиновники знали, что именно было в тех папках. Слухи ходили разные – от чертежей оружия, способного уничтожить целые города, до устройств, которые могли менять само восприятие реальности. И хотя официально все это объясняли заботой о безопасности, сам факт, что бумаги Теслы засекречены до сих пор, заставляет задуматься, что именно в них такого, что нельзя показывать даже через 80 лет. Файлы под грифом «секретно». Историки, которые пытались получить доступ к засекреченным документам Теслы, постоянно натыкались на одну и ту же стену – формулировку о защите государственной тайны. Это казалось странным, ведь изобретения были созданы еще в начале 20 века. Неужели технологии столетней давности могут быть опасны и сегодня? Согласно частично рассекреченным отчетам, в архивах были записи о системе беспроводной передачи энергии на глобальном уровне, о мощных электромагнитных излучателях, а также о неких лучевых установках. Все это могло быть использовано как для блага человечества, так и для разрушения. Есть неподтвержденная информация, что часть документов перекочевала в лаборатории Министерства обороны, где над ними работали в рамках проектов, подобных Манхэттенскому. Но эти сведения никто официально не подтвердил. И все же именно в этих засекреченных файлах, как считают многие, могли находиться на броске того, что породило самую необычную и спорную теорию, связанную с именем Теслы. Гипотеза о порталах Слухи о том, что Никола Тесла якобы экспериментировал с пространством и временем, ходят уже много десятилетий. По одной из версий, он разрабатывал установку, которая могла создавать коридоры между разными точками в пространстве. Эти догадки подкреплялись его записями о резонансе необычных формах волн и взаимодействии энергии с гравитацией. Некоторые сторонники теории утверждают, что именно эти исследования могли стать основой для мифического филадельфийского эксперимента, проекта, якобы проведенного военными США в середине 40-х. Правда, исторических подтверждений этому нет, и сама история о порталах остается в области слухов. Однако в личных записях Теслы действительно встречаются фразы о мостах и вратакс между мирами. Возможно, это всего лишь метафоры, описывающие электрические процессы. Но зная, насколько необычно он мыслил, нельзя исключить, что он имел в виду нечто более буквальное. Тем не менее, даже самые смелые гипотезы о порталах меркнут перед тем, что Тесла называл своим абсолютным оружием. Грозовое оружие. В 30-х годах Никола Тесла публично заявил, что разработал концепцию «луча смерти» — оружие, способного уничтожить самолет с расстояния в сотни миль. Он утверждал, что его устройство будет генерировать мощный поток заряженных частиц, который невозможно остановить никакими преградами. Тесла называл этот проект «лучом мира», потому что верил, что обладание таким оружием сделает войны бессмысленными. Однако военные видели в нем совсем другое — потенциально разрушительный инструмент, превосходящий все известное на тот момент вооружение. До конца жизни изобретатель пытался заинтересовать правительство разных стран своим проектом, но так и не получил финансирование. Некоторые считают, что он нарочно не раскрыл всех деталей, опасаясь, что оружие попадет в неправильные руки. Существует теория, что чертежи «луча смерти» оказались среди тех самых изъятых правительством бумаг. Если это так, то причины их засекречивания становятся очевидными. Но еще раньше Тесла пытался реализовать другое грандиозное изобретение — сооружение, которое могло изменить весь энергетический мир. Башня, которая опередила время. В начале 20 века на берегу Лонгайленда выросла гигантская металлическая конструкция — Уорденклифская башня. Ее высота превышала 150 футов, а в основании находилась огромная лаборатория. Именно здесь Тесла планировал реализовать свою мечту о беспроводной передаче энергии по всему миру. Башня должна была передавать электричество через ионосферу, обеспечивая доступ к энергии каждому дому, каждому кораблю и каждому устройству на планете. Не нужны были бы линии электропередач или топливо, энергия шла бы прямо из воздуха. Но проект внезапно остановился. Инвестор Джей Пирпант Морган, который сначала поддержал идею, отказался от финансирования. Официальная причина — сомнение в коммерческой выгоде. Неофициально же говорят, что энергетические компании, которые зарабатывали на продаже электричества, оказали давление. В 1915 году башню снесли. Но до сих пор никто не знает, были ли внутри спрятаны какие-то устройства или документы, которые могли подтвердить, что Тесла был всего в шаге от реализации своей мечты. Схемы, найденные случайно. Иногда история любит подбрасывать сюрпризы. В разные годы появлялись сообщения о находках, которые, по словам очевидцев, принадлежали самому Тесле. В середине 70-х некий коллекционер в Колорадо якобы приобрел на распродаже старый чемодан, в котором обнаружил пожелтевшие листы с чертежами сложных электрических схем. Некоторые из них напоминали установки, способные передавать энергию без проводов. В другой истории фигурировал строитель, разбирающий старый дом в Нью-Джерси. Он нашел в стене металлический контейнер, внутри которого лежали тетради с формулами и непонятными рисунками. Были ли они подлинными, никто так и не установил, да, бумаги быстро исчезли, оказавшись в частных руках. Подобные находки лишь усиливали интерес к имени Теслы. Но они же вызывали и множество вопросов. Если такие документы действительно существуют, то сколько еще их может быть спрятано в домах, на чердаках или в сейфах, о которых никто не знает? А теперь представьте, что в свое время такие бумаги мог получить не кто-то случайный, а другой великий ученый. Тесла и Эйнштейн. Вопрос о том, встречались ли Никола Тесла и Альберт Эйнштейн, до сих пор вызывает споры. Прямых доказательств их личного общения нет, но есть косвенные намеки в виде упоминаний в прессе и рассказов современников. Оба ученых жили и работали в США в одни и те же годы. Оба интересовались природой энергии и строением Вселенной. Хотя их подходы были совершенно разными, есть предположение, что они могли обмениваться письмами. В некоторых источниках говорится о возможной встрече в Нью-Йорке в конце 30-х, где обсуждались перспективы использования энергии вакуума. Если это правда, то разговор двух величайших умов мог касаться вещей, которые мы даже не можем себе представить. Возможно, именно после этой встречи Тесла сделал некоторые странные пометки в своих записях. Пометки, которые многие сочли бредовыми, а он называл набросками для будущего. Однако не все идеи, приписываемые Тесле, имели под собой реальную основу. Некоторые рождались уже после его смерти. Изобретение которых не было имя Николы Теслы настолько окутано легендами, что ему приписывают массу вещей, к которым он не имел отношения. Существует миф, что он якобы создал машину времени или устройство для чтения мыслей. Эти истории активно распространялись в оккультных журналах и уфологических кругах в середине 20-го века. Часть таких легенд выросла из неверно истолкованных фраз в его тетрадях. Например, упоминание о «видении будущего» многие приняли за прямое предсказание. Хотя, вероятно, речь шла о научных прогнозах. Другие мифы появились благодаря его репутации как человека, который всегда опережал время. Тем не менее, даже мифы, рожденные вокруг имени Теслы, продолжали подпитывать интерес к его фигуре и изобретениям. А вот среди реальных заявлений гения было то, что действительно поразило бы любого современного инженера. Пророчество гения. Тесла нередко делал смелые прогнозы, которые на момент их озвучивания казались безумием. В начале 20-го века он говорил о беспроводной связи, персональных устройствах для передачи информации, автоматизированных машинах и даже о мировом мозге – глобальной системе, объединяющей людей. Сегодня это звучит как описание интернета и смартфонов. Он предсказывал развитие возобновляемой энергетики и говорил о необходимости экологически чистых источников энергии задолго до того, как это стало трендом. Некоторые его идеи казались тогда чистой фантастикой, но именно они вдохновили поколение инженеров и ученых. Однако, помимо научных прогнозов, в его записях встречаются странные и загадочные высказывания о последнем ключе и замке, который нельзя открыть. Что он имел в виду до сих пор, остается загадкой. Возможно, разгадка скрыта в самой загадочной комнате, о которой мы начали наш рассказ. Технологии будущего. Сегодня многие инженеры и сестры и исследователи признаются, что их вдохновили работы Николы Теслы. Проекты беспроводной передачи энергии, концепции глобальных коммуникационных сетей, автономные транспортные средства – все это выросло из его идей. Некоторые компании даже пытаются воплотить его разработки, используя современные материалы и технологии. Тем не менее, остается ощущение, что мы все еще не знаем самого главного. Часть чертежей, прототипов и записей Теслы по-прежнему недоступна. И кто знает, может быть там спрятаны решения энергетического кризиса или открытия, способные изменить мир. Тайна секретной комнаты Теслы по-прежнему живет, подогреваемая слухами, редкими находками и жаждой разгадать последнюю загадку гения. И, возможно, именно это – главная ценность наследия Николы Теслы – вдохновлять нас искать, открывать и мечтать, даже когда ответ остается за закрытой дверью. Скрытые послания. Среди рукописи Теслы исследователи находили странные, на первый взгляд, бессмысленные заметки. В полях чертежей он делал маленькие наброски спирали, геометрических фигур и символов, похожих на древние письмена. Некоторые страницы имели аккуратно выведенные числа, расположенные в повторяющихся последовательностях. Особенно часто встречались тройки, шестерки и девятки. Тесла однажды сказал, что «Тэн, если вы поймете великолепие чисел 3, 6 и 9, вы поймете ключ ко вселенной». Но что именно он имел в это в виду, он никогда не пояснил. Эти загадочные комбинации чисел и символов породили целую волну теорий. Одни считали, что это код, зашифрованный для избранных учеников. Другие утверждали, что Тесла таким образом оставил подсказку для будущих поколений, которые смогут продолжить его работу. В некоторых записях символы сопровождались короткими фразами, вроде «За границей времени» или «Ключ в резонансе». Возможно, это просто философские размышления гения, но нельзя исключать, что за ними скрывалась практическая инструкция. Если верить слухам, последние из этих заметок он сделал за день до того, как навсегда закрыл дверь своей секретной комнаты. Последняя загадка. После смерти Николы Теслы его номер в отеле опечатали, а доступ в него получили лишь представители властей. Говорят, что среди множества вещей, вывезенных из комнаты, была и тяжелая металлическая шкатулка. Ее содержимое так и не раскрыл никто из присутствующих. Есть версия, что внутри были документы и прототипы, которые могли стать величайшим открытием 20 века. Другая гипотеза, что там находились материалы, которые Тесла считал слишком опасными для человечества. Кто-то даже предполагает, что в шкатулке был тот самый ключ, о котором он писал в своих тетрадях. Сегодня та шкатулка, если она действительно существовала, может находиться в частной коллекции или глубоко в правительственных архивах. И, возможно, ее тайна никогда не будет раскрыта. Но есть и другой взгляд на эту историю. Может быть, сам факт, что мы не знаем всей правды и есть настоящий подарок Теслы миру. Он оставил нам не просто изобретения и чертежи, он оставил загадку, которая заставляет людей снова и снова искать, исследовать, задавать вопросы. Именно в этом и кроется его бессмертное изобретение, бесконечное вдохновение, скрытое за дверью, которое по-прежнему ждет того, кто сумеет ее открыть.